всем привет с вами я александр демидович сегодня у нас 8 февраля 2022 года и я как вчера обещал поговорить и вот я о чем рассказываю ну кто за мной следит заметили что 4 февраля вечером я попытался войти в здание городского совета горосполкома потому как я узнал о том что там про и будет проходить заседание территориальной выборчей комиссии заседание было назначено на 18.00 я был без 10.00 6.00 то есть 17.50 но меня не пустили потому что охрана не пустила я не моя фамилия не была внесена в какой-то там список кто вносит в этот список людей по каким критериям они не знают точнее не стали объяснять наверняка же не понимает кто им дает этот список выйдя из здания я случайно встретил оксана лазаренко мы позорвались и не больше не меньше я понимал куда она пошла но я не стал приставать с какими-то своими вопросами что зачем куда и почему прождав минут десять я понял что она не выйдет оттуда то есть ее пропустили потом поздно вечером я увидел на ее личной страничке вот этот пост ну что игра продолжится как же сильно мне мне не хочет бачить и полтавский мисс крати естественно я задался вопросом как так получилось что оксану пропустили вот этот мой вопрос на который она ответила что она является помощником депутата какого именно она не ответила опять же я задался вопросом но действительно если мы хотим с вами знать или понимать что там происходит мы имеем право на это я думаю да но лично меня лишили этого права но этот вопрос так и завис он остался без ответа но через двое суток ступила в розовор некая алена гусева она сказала интересно фразу вот она я вас не пачила педиш лыб пропустил ого некая оксана гусева берет на себя смелость решать вопрос входить демидовичу горы с полком или не входить ничего себе расклад естественно я об этом задал ей вопрос но в ответ я получил кучу всякой ерунды в результате алена меня заблокировала но я поинтересовался кто же это девушка барышня я не знаю кто она как она не представилась и я не имею возможности и вот что я выяснил у нее на личной страничке написано что она вообще живет в городе мариинск но живет ли она там сейчас это были под большим сомнением она же решает вопросы в полтавском горосполкоме но то что она в 2015 только в 2015 окончила мариинский педагогический колледж меня натолкнуло на размышления размышления довольно сложные дело в том что сам город мариинск он находится слишком далеко от полтавы и даже от украины но тем не менее эта девушка кончила там колледж чему ее там учили в эпоху войны становится большой вопрос но она меня забанила заблокировала и мне это как-то я вам скажу мало интересно стало но поймаете она заявила что она принимает такие решения и может быть это она проводит туда масюка гуру который не скрывая на видео заявляет свое сожаление что его там не избили то есть провокация не удалась ну ничего себе вот это у нас городишко да живем мы как весело и непринужденно но напоследок больше не тяжело что-то говорить на эту тему напоследок я хочу напомнить что там все разоралось вокруг какой темы значит это комиссия должна была огласить оксану константиновну лазаренко депутатом городского совета следующий по списку после смещения юрия бублика я напоминаю самое последнее оксана лазаренко набрала на последних выборах 97 голосов и в самое смешное сегодня утром я выяснил что оксана заблокировала мой аккаунт и я не имею возможности зайти на ее аккаунт и где-то комментировать или выяснять как она работает читается в чем-то или нет и задаюсь вопросом опять а чьи интересы будет защищать пани депутатка оксана лазаренко если она станет и будет обозначена депутаткой городского совета я не понимаю мои интересы она уже точно не будет соблюдать 97 каких-то человек ну может быть на 300 тысяч населения нашу т.г. всем хорошего настроения удачи 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 Продолжение следует...